Так, ну что, ребят, всем привет, меня попросили по второму кругу разобрать еще EOS, соответственно, это тоже у нас стоячок рынка, ну, напоминаю, что эмиссия у нас здесь не ограничена, и, соответственно, Total Supply у нас 1 миллиард 59, ну, короче, общее количество, которое сейчас в обороте, может быть 1 миллиард 59 миллионов с половиной, да, и, соответственно, в циркулирующий объем у нас 994 миллиона 54 тысячи. Так вот, по поводу данного проекта, стоит ли в него заходить, ну, не знаю, я заходил бы, знаете, чисто как высокоисковый проект, почему, потому что, ну, первая причина, естественно, потому что они забили на свой твиттер, и вторая причина, потому что они так и не решили вопрос с Bullish Exchange, если кто не знает, то, соответственно, EOS собиралась запустить свою собственную биржу, она называлась бы, ну, как Bullish Exchange, да, ну, то есть, и, соответственно, почему она там распалась и так далее. Я разбирал в отдельном ролике, можете глянуть на канале, там ссылки на статьи все были, и, соответственно, кто в этом участвовал, участвовал в этом, кстати, фонд BlockOne, они хотели еще создать в мае 2021 года, перед как раз-таки вот этим обвалом, вот, ну, и, естественно, они ничего не создали, вот, самое интересное. Так вот, по поводу Telegram, у нас здесь, получается, 1750 пользователей, в твиттере EOS Foundation, ну, не знаю, почему так мало, 17000, это у нас, давайте я пропишу просто EOS, тут должно быть больше, вот, EOS, EO, вот, ну, давайте EOS Network, посмотрим, были ли тут новости, ну, вот, что-то тут 10 часов назад, ну, опять же-таки, это новости все от других, ну, вот, последняя закреплена запись за 27 мая, а именно, чтобы EOS Network, ну, вот, у нас 9 июля что-то постилось, ну, может быть, они здесь начали выкладывать, а если по поводу основного их твиттера, то, вот, у нас 262 2017 года, и, соответственно, новость последнего, вот, 30 ноября, 21, если не верите, вот, 23 ноября, почему-то они забили, не знаю, может, у них доступа нету к этому твиттеру, ну, хрен его знает, поэтому, по поводу самого проекта, если перейти, допустим, на тот же сайт, сайт почему-то тоже, а, нет, сайт подгружает, до этого не подгружало, кстати, назывался он перед этим EOS EO, а сейчас поменяли они на EOS Network, поэтому вполне возможно, что проект все-таки оживет, но, если все-таки вы боитесь рисков, что они так и не запустили свою биржу, да, какие-то у них там проблемы возникли, ну, короче, они что-то там, видно, не поделили, поэтому и не запустились, вот, основная причина, скорее всего, в этом была, и вот они уже поменяли сайт, поменяли то, что собираются они делать, там, и т.д., вот, если же посмотреть, вот, давайте, твиттер, перейдем, на какой твиттер направляет, направляет на твиттер EOS Foundation, да, короче, заново они создали твиттер, и здесь вот они постят новости, ну, вот, если посмотреть от EOS Foundation, вот, получается, джулай 9-го, Mandel, вот это вот обновление, которое также должно было произойти, HardForek, там, и т.д., вот, все, в принципе, замечательно, я так понял, некоторые разработчики, я читал, что собираются они все равно продолжать деятельность над данным проектом, и вот, соответственно, можно следить за ним, поэтому я считаю, что проект, в принципе, постепенно оживает, ну, опять же-таки, будет ли он показывать рост, я думаю, да, но как только, ну, развернется весь рынок, и в частности, биткоин, поэтому, ну, пока что каких-то изменений я не заметил, ну, как бы на сайте, по сути, ничего нету, то есть, есть ссылки на социальные сети, и на, получается, на что тут, на технологию, да, вот, поэтому, ну, можно посмотреть, что тут написано, по большому счету, сайт пустовато выглядит, и можно там посмотреть, вот, EOS Foundation перейти в блог, может быть, в блоге они больше пишут, ну, опять же-таки, тут уже отпишите мне в комментах, если кто следит за данным проектом, я не следил, это я вот сам недавно заметил это все дело, поэтому, ну, как бы, такие дела, поэтому, в принципе, я думаю, стоит инвестировать, но только на свободную сумму, почему, потому что, судя по тому, что у них происходило, и происходит, то есть, они заново создают проект еще, по сути, сырой, ну, в каком плане сырой, в том, что они еще не восстановились, то есть, я так понял, у них такой перезапуск произошел, и получится он удачно, либо нет, время покажет, поэтому аккаунтов, если всего, показывает до сих пор 5, практически, 300 миллионов, вот, если же заходить на EOS Explorer, если же, там, зайти на тот же Binance Smart Chain, давайте глянем, так, EOS X у нас еще есть, здесь, получается, скорость у нас, прайс 40 EOS на мегабайт, вот, если же на Binance Smart Chain 32,5, холдеров, ходлеров, да, получается, давайте глянем среди китов, ну, если взять первое, там, 5 адресов, сколько тут, 25, 31, 37, 41, ну, 41%, короче, около 50, почти, там, 45%, приблизительно, если брать вот эти адресы, ну, короче, давайте округлим, 50% держат киты, вот, поэтому, в принципе, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, ну, как бы, без понятия, потому что они могут скинуть эти монеты и продать их, естественно, за стейк, оно написано, что вообще тут херва туча этих монет, вот, по поводу аккаунтов, ну, в принципе, та же самая информация, поэтому сайт пока что пустой, я так понимаю, они совсем недавно перезапустились, потому что, когда я обзор делал на него буквально неделю или две назад, то есть тут было ссылки на старые сайты, еще не было вот этого твиттера, вот, и, в принципе, можно вот перейти, да, они ссылки на CoinMarketCap поменяли, видать, если перейти сюда, то, хотя написано, что joint декабрь 2018 года, то есть был создан аккаунт, вот, поэтому, ну, не знаю, они продолжают здесь постить, ну, такие дела, в принципе, такие мысли по юсу, думаю, проект, может быть, тебя живет, а по поводу цены, если перейти на текущем этапе, ну, понятное дело, ходит за всем остальным рынком, ну, как бы, даже несмотря на то, что они не запустились там со своей биржи, и вот, давайте глянем, ноябрь 2021 года, они перестали постить, ну, даже вот здесь он показывал какие-то отскоки, и это не помешало ему там, ну, вы скажете, может быть, это отскок дохлой кошки, да, там, ну, в принципе, посмотрим, то есть спустимся ли мы на вот эти отметки там, которые у нас были по 60 центам и так далее, ну, опять же, если биток сходит на 15, а то и на 10 тысяч, я думаю, вполне увидим запросто, потому что, ну, данная монета особо сейчас популярностью не пользуется, ну, как высокий риск, я считаю, там, на пару процентов от депозита потолок, ну, даже, я бы сказал, 1% от депозита выделить можно, если восстановимся, ну, 4-5 иксов на пике здесь 12 икс, а если сходим на тот же перехай или к хаям 17-18 года, то, в принципе, те же там 20 икс можно будет забрать, ну, я считаю, стоит рискнуть 1% от депозита, почему бы и нет, ну, и плюс, я уже показывал неоднократно, здесь вот такая вот нисходящая формация, которая потом очень хорошо выносится по стопам шартистов и очень хорошо потом вот так вот вылетает наверх, ну, и плюс, как мы видим, здесь относительное дно мы нащупали, ну, опять же таки, если биток не будут лить, то, я думаю, с этих отметок мы потом и полетим, ну, 2 месяца плюс-минус тут болтаемся, ну, а если все вот это накопление взять, которое у нас здесь находится, оно уже, считай, год, вот, поэтому такие мысли, такие дела на свободную сумму, да, но, как бы, учитывайте риски, хотя, смотрите, объем в день все равно 163 миллиона, несмотря на то, что, как бы, популярности якобы нету, ну, как бы, все равно криптовалюту продолжают держать, продолжают в нее верить и так далее, поэтому, ну, если у Dash того же самого есть фанаты, то, ну, не то, что тут, так тем более, наоборот даже, если у EOS есть, то Dash так тем более взлетит, просто, ну, понимаете, единицы верят, или, там, в Zcash тот же самый, или, там, в Monero, ну, любую, Litecoin, там, то есть, многие думают, что если монета не подросла до тех отметок за год, да, там, или, я не знаю, за 2 месяца, как многие ждут, то, соответственно, нет смысла тогда и заходить, ну, то есть, в какую-то криптовалюту, то это скам, вот, кстати, Bullish Exchange, походу, вот это она и есть, вот, но объем здесь такой, всего лишь 300 миллионов, не так уж и много, и тут торгуется EOS, Litecoin, USDcoin, Chainlink, Bitcoin, Ethereum, не знаю, работает она или нет, ну, вот, заходишь на сайт, он почему-то не грузит, хрен его знает почему, ну, как бы, видать, все-таки не договорились, а если перейти, там, допустим, на тот же Twitter, давайте заглянем, по поводу Twitter, 106,5, видите, подтвержденная галочка, там, все дела, вот, новости, ну, вот, за 7 июля было, за 8 июля, ну, не знаю, вроде якобы работает, ну, в общем, напишите в комментах, если кто-то их пользовался, а если перейти на чат, то перекидывает на Twitter, в общем, такие мысли, на свободную сумму да, но, не знаю, я бы не лез бы больше 1% от депозита, тут уже решайте сами, конечно.